Здравствуйте, дорогие телезрители! Добрый вечер, Одесса! Мы снова, как видите, в прямом эфире. Выборная кампания, можно сказать, отчасти завершена. Многие из нас приняли в ней участие по разные стороны виртуальных баррикад. Тем не менее, жизнь продолжается. Очень хотелось бы, чтобы вы не теряли чувство юмора, а те, которые еще завязаны на избирательной кампании, не теряли чувство реальности. Надо сказать, что мы, в общем-то, ни на каких баррикадах, по большому счету, не стояли. Просто решили для себя, что мы не будем занимать какие-то боевые позиции. И пытались быть достаточно, ну, будем так говорить, не то что сторонними наблюдателями, но попытаемся быть объективными. Хотя, конечно, есть свои какие-то симпатии и какие-то антипатии, но при этом, при всем, мы старались быть объективными и стараемся быть объективными. Единственное, что я хочу предупредить. Вот месяц, как мой друг и коллега Юрий Леонидович Катальевский не появлялся в эфире практически. Потому что Юрий Леонидович был и работал как психолог, как начальник штаба у одного из кандидатов в Одесской области. Не в Одессе, а именно в Одесской области. Естественно, что на это время он взял отпуск. И это связано с тем, что какие-то у него были свои контакты с этим человеком, какие-то обязательства. И в прошлом. И Юрий Леонидович вот вернулся на телевидение. На сушу. На сушу, да. И вот теперь мы в прямом эфире можем себе позволить, и Юрий Леонидович, как и ведущий, может себе позволить поделиться своими мыслями и впечатлениями уже изнутри, как бы. От первого лица. Потому что я небольшой специалист вот в штабах и тому подобных формированиях. А вот Юрий Леонидович у нас был начальником штаба, и это интересно. Спасибо. Поехали дальше. Я так понял, что у нас звонок в студию, нет? Да, слушаем вас внимательно. Говорите. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Моя любимая студия. Очень рада, что дозвонилась. Я без вопросов, а просто хочу капельку вот выборы по скриптум. Ну, не, не одесситов. Я надеюсь, что может некоторые мои совпадут с некоторыми одесситами. Я пенсионерка. И мнение, что пенсионеров нельзя до выборов допускать, как бы только молодежь, ошибочно. Потому что в основном наша улица, Пушкинская, Голбазарная, вот этот наш 135-й округ голосовал за домальянс наш любимый, за молодежь и за боровика. А за боровика мы голосовали по принципу хаита, тоже нашего любимого. Что, насколько я знаю всех старых, поэтому голосую за того, кого совсем не знаю. Вот по этому принципу мы тоже хотели поддержать, может быть, что-то новое в надежде на лучшее. Но надежда умирает последней. А Патруханову меня единственное, что немножко задевает, а что это он наш флаг одесский присвоил своей партии? Это флаг всех одесситов, а не какой-то определенной партии. Вот с этим надо будет разобраться. Всего вам доброго, мой любимый канал. Спасибо большое, я так понимаю, что вы с участки Бориса Давыдовича Литвака, насколько я помню, в прошлом, да? Да, да. Ну я не знаю, что на это можно ответить, это скорее выступление, чем вопрос. Ну, нормальное, совершенно вменяемое, совершенно ясное, четкое. Я хотел сказать, что компания мэрская у нас, тем не менее, была драматичной. Она еще и сейчас продолжается. Она продолжается, но как раз драматизм связан с тем, что у нас очень многие люди, участвуя в выборах, позволяют себе презирать или обходить стороной существующие нормы и правила, в том числе и законы, и конституционные позиции. К этому давно привыкли. И вот когда одна группа нарушает правила, она сама себе ставит какую-то точку отсчета, вот она вне правого поля настолько. Она очень сильно возмущается, когда, во-первых, кто-то вступил на эту же стезю раньше или глубже, а с другой стороны, когда он благодаря этому еще и выиграл. Вот возникает серьезнейший протест. Мы фальсифицировали выборы настолько, а вы себе позволили настолько. Значит, не фальсифицируйте вообще и судитесь после этого на здоровье. А то ведь получается очень интересная картинка. У нас преимущество в визуальном ряду одного из кандидатов мэра было тотальным. Я говорю о Боровике, он объявился последние две недели, величайшая наглость на выборы мэра, выдвинуть человека, которого город не знает, и претендовать за две недели не на что-нибудь, а на первое место. И никакого другого не принимать. То есть, в принципе, эта фигура была непроходной. Нужны были неимоверные усилия только для того, чтобы вы начали узнавать. Были затрачены огромные средства. Саакашвили говорил в эфире у Шустера, что у нас денег не было. Да они сотни тысяч долларов выбросили на огромное количество плакатов, бигбортов, телепередач и так далее. Они засыпали Боровиком все щели, которые только может быть во дворах. Я получил приглашение прийти на выборы с обещанием, если я буду помогать или соглашаться с их позицией, взаимодействовать с ней, по две с половиной тысячи гривен. Причем не просто так, в каждую одесскую семью, но и за счет того, что эти деньги отнимут у друзей Труханова. Вот отобрать и все поделить. И вот этот Шариков на роликах должен был победить и стать нашим мэром. Это у меня претензия не к нему, вы понимаете? У меня претензия к господину Саакашвили. Это нужно очень сильно не уважать город Одессу, чтобы выставить человека за две недели, которого город не знает. Юрий Ильич, я понимаю, ваше возмущение, я могу его понять, учитывая то, что вы многие годы занимаетесь выборами, консультируете людей. И в принципе, простите, зарабатываете зачастую приличные деньги на этих выборах, тех или других выборах. Поэтому вас возмущает, что за две-три недели возник Саша Боровик. Но Саша Боровик же возник и на пустом месте. Ну, во-первых, фамилия Саакашвили, которая вытягивала Сашу Боровика и вытянула в общем-то. Так это и есть использование админресурсов. Да, несомненно. А то, что я сейчас назвал, это и скупка голосов избирателей. И личности, да. Но я не знаю, я такого письма не получал, слава богу, поэтому не могу подтвердить. Но и есть другая сторона медали. Ведь сегодня всем понятно, что за Сашу Боровика голосовали люди, которые были против системы. Даже не против Труханова, даже не против Гурвица или против Иванова Петрова Сидорова, а против системы. Но я должен отметить, что за Труханова голосовало очень много людей, которые против системы, которую несет за собой Саакашвили. Да. И это тоже правда. Дело не в Труханове. И это тоже правда. Так давайте подведем итог. То есть получилось, что за две недели своим поступком с выдвижением Боровика господин Саакашвили так разозлил Одессу, что она просто проголосовала против. Это было протестное голосование, как и с той, так и с другой стороны. Именно так. Но если господина Труханова до этого относились к Геннадию Леонидовичу или хорошо, или никак, или очень плохо, то здесь, конечно, явно совершенно был стимул для того, чтобы пойти и в пику Боровику проголосовать. Голосование еще оказалось консолидирующее. У нас звонок. И в этом должен был бы выиграть третий. Но третьего не было. Нет. Был третий, который заслужил свои 9%. И я очень рад, что так получилось. Я его поздравляю с окончанием политической карьеры. Я очень рад за это. Не надо издеваться. Я не издеваюсь. Есть вещи, которые делать нельзя. Есть правила, которые переступать нельзя. Хотя они не в Конституции записаны. В политике, как в штанге, три подхода. Четвертый – это уже фальшстарт. Да, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, что вам, двум уважаемым ведущим, нужно, наверное, наш город каким-то образом лечить от равнодушия. Смотрите, сколько всего сделал Саакашвили? Пришел, возбудил, объяснил, рассказал, да? Город спит. Сколько человек пришло на выборы? 1200? Да. Ты 200 с чем? О чем еще можно в этом городе говорить? Мне кажется, что вам, ведущим, надо потихоньку прекращать говорить хвалебные воды в адрес наших жителей, в адрес даже, может быть, нашей истории. Знаете, торгаши и коммерсанты не могут, наверное, иметь уровень сознания, да, который будет приводить нормальных политиков к власти. Так вы что, предлагаете торгашей не допускать к выборам? Спасибо. Спасибо. Так вы ответьте, пожалуйста, если можно. Что, вы предлагаете не допускать к выборам торгашей и коммерсантов? Не надо отключать телефоны, ребята. Только аристократов и священников будем приводить? Тут очень интересный вопрос. Очень интересный вопрос. Значит, остались равнодушные. Мне так как раз кажется, что Одесса показала характер и продемонстрировала неравнодушие. Больше того, Одесса показала, что считать одесситов просто компанией идиотов, которые могут втюхать все что угодно, не получится. И в этом смысле я горжусь за свой город. Я рад, что так произошло. Сейчас многие люди, которые вот таким наскоком решили взять Одессу, должны были бы пойти и продумать, какие грубые ошибки они совершили. И в кадровой политике совершенно нелепые назначения, давайте называть вещи своими именами, которые дискредитируют всю эту команду. И беспрерывные ссылки у вас будет как в Грузии, а в Грузии все было по-разному. В Грузии было не только одно окно. В Грузии была война с Россией, спровоцированная в значительной мере совершенно неуравновешенным президентом Грузии и тогдашним. В Грузии было огромное количество людей, трупов, валяющихся на улице. В Грузии было несколько тысяч человек убито. В Грузии я потеряла треть территории в результате такого способа администрирования. Поэтому говорить мне, что у нас будет так, как в Грузии, это цепляет меня вообще за мою любовь к моему городу. Я не хочу, чтобы у нас было как в Грузии. Упаси вас, боже, хотеть, чтобы у нас было как в Грузии. Это очень принципиальный момент. И я хочу, чтобы мы, те, которые примкнули и поддержали, и искренне верят в Саакашвили, все-таки разобрались, откуда он взялся, и что он собой представляет в настоящий момент. И кто стоит за ним. И почему Порошенко сослал его именно сюда, а не в другое место. И какое отношение к этому имеет господин Байден, например. Если вы что-нибудь читаете, то вы должны на эти вопросы ответы искать. Я не обращаюсь к тем, кто этих вопросов не слышал и не понимает, о чем идет речь. Нет. Вы говорите как бы намеками. Но эти намеки понятны. Они ясны. Есть другой момент, который мы уже затронули. Это некое протестное голосование. Но вы согласитесь с тем, что система выборов, и я телезритель тоже надеюсь, система выборов, которая существует из года в год. Сейчас мы возьмем звонок. Из года в год в нашей стране. Ну, кроме, пожалуй, можно сказать, президентских выборов. Это правда. Вот Порошенко, да, когда избирали. Опять же, на волне протеста. На волне протеста, конечно. Ну, и на волне революции, настроения. Велимашиновый украинский народ. Да, и президент, да, 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 и это нормально. Но, пожалуй, единственное. Все остальные выборы, это по большому счету, это не выборы. Это потасовки. Это примитивно. Это все зачастую просто грязная игра. Ведь все мы знаем, что все партии, кто больше, кто меньше, разобвалы просто деньги, цинично. Люди не знали, за кого голосовать. Я пошел на избирательный участок, и я увидел дорогую мне фамилию Игоря Лосинского. Да, и моего хорошего друга тоже. Да. Первым номером я поставил птичку. Игорь Лосинский. Мне было безрелищно, честно говоря, даже какой партия его выдвигала. Но самое интересное, что на моем участке вел встречи и вешал плакаты другой кандидат. Совершенно. То ли он спутал, то ли Лосинский не хотел. Короче, это был другой совершенно кандидат. И за него я не собирался голосовать. Но когда мне сразу бросились в глаза Игорь Лосинский, у меня уже не было никаких сомнений. Может быть, телевизору делаешь слово. Да, да, да. Я вас слушаю. Мы вас слушаем. Да, говорите. Алло. Говорите. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, товарищ Котляревский, вы что, консультантом были у Труханова? Нет, конечно. Ну, это так, между прочим. Вы посмотрите, вы смотрели, наверное, экзит пол. Я вам уже ответил, что нет, а вы продолжаете на этом что-то строить. 50% с высшим образованием голосовали за Боровика. И второе, что сделал Труханов за эти два года? Он развалил Одессу. Вы посмотрите, посмотрите эту Аркадию, посмотрите пятый трамвай. Он запретил, потом сделал. Ему хлопает. Поставил там какие-то скамеечки, ему хлопает. Продажные. Я не знаю, я не думал, что так одесситы могут покупаться на Мякине. Понятно. Спасибо. Спасибо, дорогой. Видите, как получается, вам за них стыдно, я ими горжусь. По одному и тому же поводу взаимослучающие оценки. Значит, что касается высшего образования, я хотел бы разочаровать нашего дорогого телесерителя. У нас очень много людей с высшим образованием, но без среднего. Очень много. В том числе и среди тех, кто голосовал за Боровика. Это первое. Второе, я бы не стал приравнивать свое высшее образование с высшим образованием, которого не получил Боровик. Я не люблю лгунов, тем более лгунов публичных. Если человек закончил ПТУ, который находится на территории города Гарвард, это не значит, что он выпускник Гарвардского университета. Спасибо, у нас снова звонок. Говорите. Слушаем вас, да. Говорите. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемый ведущий, вы пригласили гостя... Говорите, говорите. Вы пригласили гостя, который очень красиво говорит, складно. Спасибо. Но тем не менее, я хочу ему сделать замечание. Дело в том, что если вы посмотрите невнимательно на депутатов городского совета, которого избрали, если вы трезво будете смотреть на этот список, вы зададите себе вопрос. Что это за клан, который дети, родители из одних пять лет в другие влезут? Вы поймите правильно. Это клан. Это действительно банда. Вы понимаете, банда. Настоящая банда. Дорогой мой, дорогой мой... Покровский, послушайте, минуточку. Вы, Покровский, приглашаете таких людей. Неужели у нас есть таких людей, которые бы могли посмотреть на эти вопросы разносторонне, чтобы он мог увидеть... Согласен с вами, согласен, согласен. Вы пригласили Трухановского, именно Трухановского советника. Вы имеете в виду... Он разделяет город. Который бы смотрел на город никак... Да, вы же лжете. Вы же в наглое лжете. Я даже не знаком с Трухановым. Вы лжете. Вы лжете. Вы лжете. Я видел эти плаги. Я видел это бы Труханово. Секунду. Отлично. И люди все видят. Понимаете? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вы правы. Единственное, что вы не правы, что Юрий Леонидович, Геннадий Леонидович не имеет никакого отношения. Он не является его консультантом. Он никогда не был с ним в каких-то рабочих отношениях. Мы даже не знакомы. Да, и более того, они действительно не знакомы. Я могу это засвидетельствовать хотя бы уже тем, что если бы они были знакомы, то господин Труханов был бы у нас в эфире хоть один раз за все это время. Он ни разу не был у нас в эфире. Но, как и Боровик, между прочим, должен вам сказать, что Михаил Николаевич, он совершенно не прав. Это неправда то, что телеканалы не предоставляли Боровику возможности. У нас новый эфир, я прошу прощения. Да, да, я скажу уже. Дело в том, что никто из штаба Боровика или кого-то из администрации президента, пресс-службы никогда не обращались по поводу того, чтобы предоставить ему возможность прийти к нам на канал. Такого просто не было. А мы бы согласились мгновенно. Тут нет никаких проблем. Но дальше. По поводу, по поводу, я хочу ответить, по поводу появления новых лиц. Дорогие мои, знаете, что работает в любом городе? Общественное мнение. Правда? Да. Никакой ведущий, какой бы он ни был, не сыграет той роли, которая сыграет общественное мнение. Когда вы, вы, тот, кто только что звонил, я не знаю вашего имени, к сожалению, будете ждать следующих выборов, не будете участвовать в общественной жизни, будете судить, будете рассказывать о том, что придут те же, то те же и придут. А вы при этом будете все время жаловаться и плакать. Дело в том, что город, в котором мы с вами живем, в котором мы с вами живем и любим, надеюсь, это город, который может себе позволить иметь свое мнение. Для того, чтобы иметь свое мнение, нужно выдвинуть своих людей, свои кандидатуры, своих лидеров. А где они? Где? Сегодня перед вами в вашем наборе на роль мэра в нашем городе был Геннадий Олегович Труханов, Саша Безотчества Боровик, Эдуард Очич Гурвиц, Светлана Самуиловна Фабрикант и, вычеркнувший себя из числа мэров, господин Кивалов. Все. Все, дорогой мой. Этим все сказано. И вы хотите видеть другой совет, состав совета городского? Не увидеть. Он еще об одном попросил, чтобы меня не было в этой студии. Не, ну это уже песня. Не, ну это интересно. Да, это нормально. Это как раз нормально. Я тоже хочу, чтобы тебя не было в этой студии. Давай, поехали. Мы вас слушаем. Простите, что пришлось ждать. Все нормально. Да, мы вас слушаем. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что сегодня митинги, судебные иски и большое количество обвинений, Труханова звали зеленым человечком, организация против, ну и другие, в общем-то, события, они, в общем-то, вместо того, чтобы консолидировать диссидов, их, наоборот, разъединяют. И, поэтому, вопрос, как вы считаете, не запоминает ли сегодня ситуация в городе с исками, с ночными там проверками, обысками машин, то, что у нас когда-то было, против чего мы, в общем-то, все возражали? Почему? Потому что сегодня я смотрел обвинения в том, что, да, Одесса замечательный город, здесь замечательные люди, у нас здесь кругом воры и жулики, и пора все обвинять. Но, на самом деле, по-моему, под этим ничего серьезного, кроме дитературы, либо не профессионализма. Да, понятно. Абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Хорошее конструктивное замечание, можно только развивать и уточнять. Потому что, на самом деле, то, что является фирменным стилем одного из нынешних руководителей, сталкивание лбами порождения скандала, в котором он доминирует, это мы видели в Тбилиси, это мы видим в Одессе. Я очень не хочу, чтобы у нас повторялись такие сюжеты, и чтобы у нас конфронтация обострялась. Давайте все-таки теперь уже обсуждать, что нас объединяет в этом городе, а не разъединяет. Мне очень любопытно, что большинство людей, которых я знаю, оказались или в глухом нейтрале, или на стороне Саакашвили. Это очень интересный феномен, когда люди с образованием купились на эту малину. Я не могу с ними ругаться и обвинять их в интеллектуальной несостоятельности. Это было его неправильно и несправедливо. Но она значительная часть интеллигенции, вообще говоря, дала слабину. Потому что есть вещи, которые очевидны. Достаточно посмотреть внимательно и послушать, что человек говорит. Я хочу перебить тебя. Да, конечно. Я хочу перебить. Я хочу, во-первых, сослаться на, почитайте, если есть возможность, пост Игоря Палицы, который, обращение к одесситам, в том числе и к губернатору, и к одесситам, очень хороший, по-моему, очень такой взвешенный, нормальный. Во-вторых, я хочу сказать нашим, моим землякам. Дорогие мои, понимаете, все же зависит от того, до какой степени дойдет противостояние, которое сегодня намечается, начинается и даже организуется. С одной стороны, существуют люди, которые голосовали за одного кандидата, с другой стороны, за другого. С одной стороны, существуют люди, которые как бы увидели, и, наверное, они во многом правы, какую-то несправедливость. Был бы второй тур, было бы гораздо легче, было бы гораздо спокойнее, действительно, наверное. Но при этом, при всем. Может быть. Ну, разреши мне это предположить. С одной стороны. С другой стороны, нагнетание страстей в той группе, которая сегодня недовольна результатами, должно быть, ну, вменяемым для этой группы. Она селезритель снова. Я понял. Очень важно сохранить холодную голову при этом, потому что ситуацию можно, не дай бог, разогреть так, что это закончится для города очень и очень опасными явлениями. Я очень прошу сохранять холодную голову и смотреть на все это, как на некий театр. Сидите в зрительном зале, а не прыгайте на сцену, потому что это опасно. Можно упасть в оркестровую яму. Это правда. Но вы знаете, у нас театр, который мы смотрим, он напоминает во многом театр абсурда. Когда в ходе развития пьесы сейчас зрители становятся участниками. Если мы имеем две стороны, которые вместо переговоров или хоть какой-то попытки найти общий язык, одна из сторон заявляет, да, вы победили, к сожалению, но мы этой победы не признаем никогда и будет или по-нашему, или никак, то есть нам все равно, как проголосуют одесситы, все равно мэром будет тот человек, который назначим мы. Если одна из сторон делает такое заявление, то говорить о здравом смысле просто не приходится. В этом случае должен сказать, что сегодня одной из крупных партий, прошедшей в городской совет, является партия БПП. Лидером которой является Саша Боровик. Таким образом, Саша Боровик в Одессе становится сенатором, то есть становится депутатом городского совета, а может стать и лидером фракции, как номер первый. Таким образом, он может влиять на жизнь города, уже официально влиять, не в качестве советника или там кого-то другого губернатора. Он имеет все права и получает достаточно крупный козырь в себе в руки. Ну, ладно. Звонок. Да, пожалуйста. Слушаем вас. Извините, что пришлось ждать. Ничего страшного. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ничего страшного. Извинения здесь не нужны. Вечер вряд ли добрый. Вы знаете, я безумно любила вашу передачу, но сейчас все, что происходит в студии, очень похоже на то, когда человек старательно поливает клумбу во время дождя. Это все уже лишнее. Я безумно люблю свой город. Я одесситка не в первом поколении. И сейчас, первый раз в жизни, мне хочется уехать из моего города. Это все, что я вам могу сказать. Сказать мне больше нечего. До свидания. Спасибо. Спасибо. Ну, тут каждый решает для себя по-своему. Мне как раз кажется, что сейчас наступают очень интересные времена, когда город вновь обретает право на свой голос и право на свое мнение. Мне кажется, что одесситы первого поколения и одесситы второго поколения, может быть, которых унижали одесситы более, так сказать, древние по родословной, сейчас почувствовали себя одесситами по-настоящему. Мне как раз кажется, что если у нас демократия и должна победить одна из групп, которая большинство, если большинство победило, то мы должны уважать мнение большинства наших сограждан. В противном случае у нас будет беспредел. Ну что ж, мы, да, мы исчерпали время. Последний звонок, конечно, меня расстроил, честно говоря. Расстроил, потому что я понимаю это настроение. Я его понимаю. Оно имеет право на жизнь. Смотрите, город объективно может встать на грань гражданской войны. И у этого процесса есть автор. Нет. Меня в данном случае успокаивает одно. Меня успокаивает то, что в результате этой предвыборной кампании я узнал много имен, которые мне интересны. Это молодые люди, которые интересны мне как личности, как лидеры, могут появиться на экранах и в общественной жизни. Это люди, которые стремятся бескорыстно делать то, что раньше делалось не бескорыстно. И, может быть, третья сторона – это моя надежда. Я не очень доволен результатами выборов. Я совершенно искренне это говорю. Мне не нравятся многие фамилии. Я их знаю просто. И до обидного, что эти люди попали в городской совет или в областной совет. Это обидно. Через два года у нас как бы должны быть выборы. Может быть, мы справим. Может быть, мы успеем. Если вы уедете, милая моя, то нам будет очень трудно. Потому что вы уедете, я уеду, кто-то еще уедет. И нам будет очень трудно держать этот город. Потому что в этом городе, может быть, только мы, люди, которые ничего не хотят от него, а хотят только для него, могут сохранить то состояние, которое позволит начать, как говорит господин Порошенко, реформы с юга Украины. Хотя, главное, чтобы у нас не было событий, которые, не дай бог, могут быть трагическими. Я бы хотел, чтобы вы, слушая каждого человека, имеющего отношение к политике, смотрели, не восстанавливали ли у нас его выступления или его слова, ситуацию 2 мая. У нас есть люди имени 2 мая, и есть люди, которые противники повторения 2 мая. Если через эту призму мы будем оценивать, я думаю, что мы выиграем. Да. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Спасибо, всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!